...возможность обладать важнейшим участком пути из варягов в Грибе. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание. Если можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою. Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославич решил внезапно атаковать его. Времени на сбор войска не было, поэтому Александр не стал дожидаться, пока придут дружины, посланные его отцом Ярославом, или соберутся ратники с новгородских земель. Он решил выступить против шведов со своей дружиной, усилив ее новгородскими добровольцами. 15 июля в 11 часов утра новгородцы внезапно атаковали шведский лагерь в Усте и Жоры, застав неприятеля врасплох. Русские конные копейщики обрушились на центр шведского лагеря, а бешая рать ударила во фланг вдоль берега и захватила три корабля. Упорное сражение продолжалось до самого вечера. По ходу битвы войско Александра владело инициативой, а сам князь, согласно летописным сведениям, своим острым мечом возложил печать на лице Биргера. Остатки разбитого шведского войска бежали на уцелевших кораблях. Потери новгородцев составили 20 человек. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Мы чтим память русских воинов, разбивших неприятеля здесь, в Устье и Жоры. Жителям и гостям Устье и Жоры жлет привет сам князь Александр Ярославич. В прошлом году вся Россия праздновала 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Новгородский князь Алексей Юрьевич, ваши аплодисменты, отличный удар. И снова европейцы, Николяды Дюширон, прошу. Вторая попытка, прекрасный голубь, отличный удар. Посмотрите, Сарацин провернулся несколько раз. Сарацин моделирует ответный удар. И наш английский рыцарь, замечательный, Сырин Дэн Чессер. Сказал. Да, да, конечно, конечно. Отлично! Итак, дамы и господа, следующее упражнение. Это Квинтина. Сарацин показывает, насколько рыцарь может сильно ударить копьем. Квинтина проверит, насколько метко он может ударить этим копьем. Как вы видите, два кольца. Рыцарь на голубь должен снять верхнее или нижнее кольцо своим копьем. Нижнее кольцо оценивается обычно дороже. Больше очков дается. Потому что его снять труднее. Нужно очень низко опускать копьер. Итак, Николя Дэй Дюшерон, французский шеваре, ваши аплодисменты! На прекрасном голубь снимает нижнее кольцо! Так, Николя Дэй Дюшерон, прошу. Николя Дэй Дюшерон сразу с двумя копьями снимает два кольца, дамы и господа, ваши аплодисменты! Прекрасное овладение копьем! Ваши аплодисменты! Ну что ж, корпорации, этот платок выводит побольше очков, а она поняла, выложит его в ботовую. Рыцарь, поднявший его, преподнесет его прекрасной раме. Ну что ж, Николя Дэй Дюшерон, прошу. Раз! И второй платок, дамы и господа! Сирил Сенчестер, прошу. Так, ну опять легкая рысь. Мы хотим голубь. Короткий очень. Николя Дэй Дюшерон, пожалуйста, преподнесите прекрасной даме ее платок. Ваши аплодисменты! Вы увидели, как рыцари владеют копьем. Настало время посмотреть, насколько же искусно они владеют мечом. Рыцарь должен сначала рубить капусту, находящуюся справа, а потом слева. Слева также сложнее. Итак, давай, господа. Раз! Два лоби капусты поражены. Как вы понимаете, считаются только удары, нанесенные сверху. И Сирил Сенчестер срубает лоби капусты великодепно. Дружинник Феофан, к сожалению, промахивается. Вторую, ну, немножечко сбрил, как ворога побрил. Дружинник Леонид. Раз! Два! Положает капусту, причем левую руку. Обратите, дамы и господа, внимание, он перехватил меч. А теперь двумя мечами решил рубить сразу две капусты. Управлять конем будет ногами. Итак, раз! Здраво, лоби капусты поражены, дамы и господа. Подготовки. Да. Подготовки. Давай, 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 молодец. Держись, держись, немного осталось. Давай. Дива наисходила, ты держи. Все это лучше на мечетах. Нет? Опа, молодец. Критики надо пить, да. Держи. Все вместе называется гор. Это походный гор. Это конструкция среди какого-то походного горного. И разбирается. Иначе можно вогоз. Выгрузить себе вот на ту же ладьбу. Выгрузить себе. Держи. Спасибо. 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 Продолжение следует...